Всем привет! С вами Валера и в этом видео я вам покажу свои доработки автомобилей журнальной серии. Это автомобиль на службе и также автолегенды. Это модели автомобилей Газель, которые выходили в свое время в журнальной серии. Это такие небольшие мои переделки, доработки. И вот вам покажу, что у меня в итоге стоит в коллекции. Вот есть такая вот Газель-эвакуатор. Вы все знаете, она выходила в журнальной серии Автомобиль на службе. Единственное, что я тут только сделал, это я покрасил салон. Покрасил салон, сиденья, дверные карты. Сделал с помощью изоленты такую вот имитацию дорожки. И установил на лебедку, которая уже здесь была, сделал с нитки имитацию троса и сам крюк. И такая вот получилась вот легкая такая доработка автомобиля Газель-эвакуатор. Больше я тут так ничего не особо не делал, не менял. Вторая моя такая доработка журнальной серии. Это была бортовая вот Газель. Тоже выходила в автомобиль на службе. С нее я снял тент. Ту тамповку, которая была здесь нанесена на капоте, я ее смыл. И единственное, что попробовал сделать, это я установил такую вот стремянку. В общем, получилась машина, которая перевозит стеклопакеты. Стеклопакеты, это прозрачный пластик у меня установленный. Вот так вот машина выглядит сзади. Вот так сбоку. И вот такая вот получилась вот такая небольшая легкая доработка автомобиля Газель из серии авто на службе. Так же самое я покрасил салон, покрасил панель, дверные карты. И вот так немножко облагородил данную модель. Третья доработка, это тоже самая журнальная серия автомобиль на службе. Где я заменил кабину. И кабину я взял, поставил сюда от автомобиля, который был автомобиль на службе Молоко Газель. С нее я снял кабину и кабину установил на место той, вот эта вот была кабина. Вот она, оранжевая. Я ее оттуда снял и поставил сюда. Покрасил, получается, борт и покрасил тент синей краской. И сделал вот такие вот имитацию петель. Вот оно будет, чтобы вам видно. Установил вот под номерной знак. Сделал, установил запасное колесо. И вот у меня получилась вот такая вот бортовая Газель. Уже с новой кабиной. Так же самое я покрасил салон. Это вот была моя такая вот небольшая тоже доработка автомобиля Газель. В принципе, мне это так интересно. Она стоит в моей коллекции. Покажу также вам вот такую Газель. Расскажу сразу, что это была Газель, которая с бочкой Молоко. Кабину, как я уже сказал, я здесь, которая стоит в кабине, я поставил на бортовую Газель с тентом. Эту кабину я перенес и поставил на эту уже Газель. Бочку я снял. Бочка у меня стоит на автомобиле ГАЗ-51. А здесь сделал такую вот из этой машины, получается, сделал такой типа, как автомобиль для участия в кроссовых гонках на Газелях, на таких грузовиках. Скажу сразу, что это модель, собирательный образ. Так как здесь вот написано, вы можете видеть Казахстан. Сзади Астана. Скажу сразу, что такой модели, такой машины в Казахстане, тем более в Астане, нету и не было никогда. Это просто такой собирательный образ, но тем не менее, я захотел сделать такую вот кроссовую автомобиль. Где в кузов я установил бензобак, поставил радиатор охлаждения, стоп-сигналы, все это вынес на дуги, на каркас безопасности. И вот у меня получилась такая машина. Сиденья, салон я немножко покрасил, сделал имитацию ремней безопасности на сиденьях. И вот у меня получился вот такой вот кроссовый автомобильчик, который у меня стоит также в коллекции. Еще моя одна такая доработка автомобиля Газель. Данную фотографию пикапа, такого я увидел как-то в интернете. И поэтому методом такого небольшого перепила я убрал заднюю часть и попробовал сделать вот такой вот, можно сказать, пикап. Где сзади установил запасное колесо. Вот оно, если будет видно, что немножко свет падает сегодня плохо, поэтому показываю, что у меня получилось. Машину полностью перекрасил я сам, старую краску снял и на ней уже красил автомобиль краской с баллона. Также покрашен весь салон, покрашены сиденья, дверные карты. И вот в итоге у меня получилась вот такая вот Газель, такой вот Газель пикап, которая стоит у меня в коллекции. И еще одна, пока что пятая, последняя модель Газели, которую я перекрасил полностью. Это вот такая Газель. Скажу сразу, что модель данную я делал по воспоминаниям. Потому что, когда я работал на одной фирме, у нас был водитель, у него была такая же Газель, и он ее немножко сам тюнинговал. И он себе на Газель установил сзади вот такое антикрыло, вместе со стоп-сигналом, что я и попробовал изобразить на данной модели. Также здесь установлены вот ветровик стекла, мухобойка установлена на капоте. Это все также покрашен салон. И скажу так, что вот эта моя модель данной Газели, полностью перекрашенная, она имитирует ту машину, которую я видел и помню настоящую. Я попытался сделать по памяти, как она у него выглядела. И вот у меня получилась такая машинка, которая сейчас стоит в моей коллекции. Конечно, тут надо еще будет потом, будут декали нанести где-то, декали Газель. И вот такая вот получилась небольшая доработка автомобиля. Это вот такие вот небольшие мои доработки автомобилей Газель, которые я делал в свое время. И в принципе они не сильно такие трудоемкие и не сильно занимают много времени по их переделке какой-то. Поэтому если у вас в коллекции есть какие-то автомобили из Газель журнальной серии, вы сами можете попробовать что-то переделать, перекрасить. Может где-то даже вот как эвакуатор добавить какие-то элементы свои. И тем самым вы улучшите общий вид своей модели. На этом я заканчиваю такой вот краткий обзор автомобилей Газель, который у меня присутствует в коллекции. Скажу так, что если у вас есть какие-то автомобили из журнальной серии Газель, вы также сами можете попробовать их немножко себе улучшить. Где-то что-то может поменять местами кабины, где-то добавить какие-то элементы и доработки автомобилей. И тем не менее вам будет самим интересно поставить в свою коллекцию какие-то модели, которые будут как-то дополнять и будут немножко отличаться от тех моделей, которые выходили в журнальной серии. Всем большое спасибо. Кто посмотрел мой ролик, конечно, если есть у вас вопросы, задавайте, спрашивайте. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поэтому всем большое спасибо. С вами был Валера и пока, до встречи.